Всем привет! Я вышла в прямой эфир, чтобы зарядить вас счастьем и любовью, просто вот потому что я полностью наполнена этим чувством. Забирайте и прям вот внимайте в себя, чтобы потом вот вам везло, и чтобы все ваши желания сбывались. Я настолько в заряде. У меня вчера состоялась свадьба. Я вышла в прямой эфир также, чтобы сказать каждому спасибо, потому что я просто часами сижу в директе, и не заканчиваются, не заканчиваются письма. Я правда очень хочу каждому сказать, каждому. Поэтому говорю сейчас в прямом эфире спасибо вам за поздравления. Знаете, хочу вас немножко зарядить на то, чтобы, знаешь, если вдруг у кого-то нет настроения или какие-то переживания там по работе, в личной жизни, что-то еще. Вот нам вчера сказали главные слова с Антоном. Мы вот семь лет жили вместе, и вот наши близкие знают, что первые три года нашей совместной жизни, у нас не было букетного периода, мы проводили этот букетно-конфетный период в судах, да, когда, ну вы знаете, да, у меня там украли ребенка, и бывший муж пытался меня там посадить в тюрьму. Кто вообще меня первый раз видит, не верит вообще в это. Ну а кто со мной давно видел даже, как это было, да. Но сейчас о том, что вы пишете мне. Каждый из вас написал про мою искренность, что вам нравится, вы мне моя искренность. Знаете, я хочу сказать вам, что именно вот эта искренность дает мне в жизни все мои желания. И я хочу вам пожелать того же. Нужно быть самим собой, но нужно разобраться в себе. Вот хочу эту мысль донести до вас, и хочу эту мысль, чтобы вы приняли, вот приняли, потому что вот если вы действительно это сделаете, у вас в жизни, ну, очень многое, что может поменяться, ну, правда. Если вы только поймете, что вы хотите, какой вы человек, только вот вы, несмотря на своих подруг, несмотря на своих соседей, коллег, еще кого-то, да, вот просто вы. Может быть, вам и не нужна красивая тачка, как у нее, или там не нужен шикарный костюм, как у него. Вот просто, реально. Это же так классно. Просто остановить поток всех мыслей и просто реально задать себе вопрос, что я хочу. Искренность, она нужна перед самим собой. Вот перед самим собой. Вот эта искренность моя мне и помогла даже вот во всех желаниях, даже когда мы познакомились с Антоном. Он мне первое, что сказал, говорит, «Я увидел тебя в Инстаграм, ты какая есть, такая есть, я вот не видел, что там какой-то лжи и фальши, у тебя ребенок, несмотря на то, что там, ну, его это не испугало, да, и так далее и тому подобное. Мои проблемы, я ему на первом свидании сказала, да, это же было не свидание, а, ну, как можно назвать свиданием, да. Мы пошли в кино, и когда он меня позвал в кафе, я говорю, слушай, сразу хочу сказать, у меня, я вчера получила свидетельство о расторжении брака, у меня муж, бывший, украл ребенка, просто мстит, хочет лишить материнских прав, а чтобы это сделать, ему нужно либо признать меня алкашкой, либо нужно меня в психушку посадить, доказать этот факт, либо уголовка. Ну, как бы наркотики он мне уже пытался подкинуть, не получилось, в психушку не про меня, потому что я настолько позитивный, крепкий, сильный человек, и, ну, меня здесь не сломать. Вот я этим позитивом уделюсь с вами, и этим позитивом делюсь со своими подписчиками, и у многих получается. Именно такие письма я от вас в директ, да, получаю, что именно вот эта стойкость, вера, разбирательство в себе и помогает вам не свернуть ни в какую сторону. Вот это важно, об этом тоже сегодня я вам скажу. Видите, я прямо в заряде, потому что я столько от вас получила писем вчера, поздравлений про свадьбу, и хочу вам подарить вот это счастье. Ну, вдруг у вас нет человека рядом, который просто плечо своё даст. А это так надо, это так нужно, это так необходимо, особенно сейчас. Вдруг у вас нет подруги, подруги, которая, ну, действительно, можно там всё рассказать, там, да, как-то поделиться. Вдруг вообще, в принципе, ну, давно у вас не было душевных разговоров. С удовольствием расскажу вам, поделюсь, потому что это, ну, это необходимо. Я как никто другой это понимаю, когда вот у меня ребёнка украли, и такие близкие люди подводили, когда просто говорили, «Лиля, привози мне свои вещи и чемоданы!» Я бегу в слезах, в соплях, Господи, к единственному человеку, который, казалось бы, мне помогает, а там уже бывший муженёк ждёт, и все чемоданчики мои с вещами забрали. Предательство от человека, да, предательство от бывшего мужа опять, да, и всё такое. Через столько я прошла, поэтому, да, такое бывает. Вот есть просто люди, которые помогают просто так, вот в прямом эфире, да, тратят своё время, да, такое бывает. Вообще, верьте, что хороших людей больше, чем плохих. Однозначно. Хороших людей больше, чем плохих. Нужно просто, опять же, возвращаемся в тему, да, которую я сегодня хочу вам озвучить, про искренность. Но в первую очередь искренне нужно быть перед самим собой. И вот эта искренность мне помогла, когда мы познакомились с Антоном. Я на первом же свидании сказала, что, Антон, вот такая ситуация, и муж мне украл ребёнка, и он портит жизнь всем, кто мне помогает. То есть, если, допустим, меня не допустимо такое было, везёт в институт мамин брат, а он работает, обучает вождению, да, на учебной машине с буковкой У. И вот мы едем на этой машине, он меня везёт в институт в своё обеденное время. Ему звонит начальник, говорит, ты где? Он говорит, я везу племянницу в институт. А мне тут позвонил бывший муж этой племянницы и сказал, что ты с какими-то тёлками. Он говорит, ну я вот с её мамой, моей сестрой и с племянницей. Ну понятно, ну хорошо, ладно. Ну то есть, всё равно звоночек такой был, да, в сторону. То есть, бывший муж портил отношения вот всем, кто мне вообще хоть как-то пытался помочь. Поэтому бывали люди, которые просто сказали, ну нафиг эту Лилю, и не хотели мне помогать. Вообще ни в чём. Даже отворачивались лишний раз, просто чтобы не показать ему, что он вообще со мной знаком. Понимаете, это настолько тяжело. А мне, знаете, насколько было больно подводить людей. Я не хотела подводить. Кому-то даже рассказывать не хотела, потому что, ну, человек не захочет помочь, а ему говно такое сделают. Поэтому я просто даже, ну, боялась, да, действительно сказать такие какие-то вещи. И с другой стороны, как бы по-честному, да, по-честному. Антону в тот же вечер и сказала, что вот такая ситуация, муж украл ребёнка, вот это всё дело происходит, сейчас на мне уголовное дело, пытается муж завести. Ну, потому что это единственная возможность лишить мне материнских прав, чтобы было уголовное дело. Ну, он сфабриковал бывший полицейский, ему это получилось сделать. В маленьком городе подполковник полиции, представляете? Ну, я, наверное, думаю, в большом городе это возможно, если у тебя есть связи, а в маленьком, когда 30 тысяч человек, всего лишь населения, да, и ты там замначальника полиции, то это можно сделать легко. Ну, как у него и получилось. Антон, конечно, вот так вот почесал голову и сказал, а как ты с этим справляешься? Ну, я начала говорить, конечно, я говорю, слушай, ну, как справляюсь? Ну, вот так, будь готов, он тебе будет портить, я не знаю, где ты работаешь, он позвонит тебе на работу, ещё что-то сделает, как вот про дядю своего рассказывал, да, что он позвонил, и чуть его не уволили. Ну, то есть будет портить тебе, я не знаю, может имущество испортить, поэтому ты смотри, можешь мне как бы не помогать, я уже привыкла к этому. Он говорит, подожди, у меня, говорит, у друга была такая ситуация, они тоже судились, и всё-таки забрали ребёнка, вот он жил с девушкой, он у неё тоже муж украл ребёнка, и всё получилось, давай хотя бы адвоката спросим. А адвоката, я говорю, я не знаю, давай спросим, но там, представляете, какие деньги? Антон простой парень, у него нет связи, у него нет денег, у него просто есть огромное желание просто мне помочь, и нет страха перед этим мужем. Вот понимаете, вот эта искренность, которая во мне была, которую вы все любите, и на самом деле она есть в вас, потому что вы это чувствуете, раз вам это нравится. И вы будьте такими, вот сначала перед самим собой, вот все желания нужно загадывать, вот искренне перед самим собой. Когда нам говорят, загадай желание, вообще что ты хочешь, в первую очередь всегда возникает, хочу деньги. Вот у кого возникла эта мысль, хочу деньги. Вообще это нормальная мысль, это рефлекс. Это рефлекс, потому что мы задолбались уже все, ну просто, я не знаю, копить, выпрашивать что-то, у кого-то схемы какие-то придумать, у кого-то по 4, по 5, вообще мест работы, и мы просто уже выжились все из себя. У меня в свою очередь было, не знаю, по 4, 4-5 заработков, а то и 7, если посчитать даже то, когда я вот писала статью кому-то, да, там на портал, написать статью, придумать текст кому-то на песню, там, да, потом я журналист, пишу сюжеты, да, я ведущая, в эфир выхожу, я только начинала там блогерство, то есть плюс там блогерство работает, да, это просто я выжилась, как лимон просто, и получала, господи, дай бог, мы поели, поужинали, позавтракали, сходили в кино, купили одежду, все, все, вроде все сделали, но мы так задолбались, а хочется еще в отпуск съездить и так далее, да, поэтому я думаю, что таких большинство, как я, с обычными желаниями, просто с желаниями жить хорошо, просто с желаниями жить достойно, да, и получать эти блага, так, от жизни, от жизни, и, конечно, кто хочет деньги, это правильный запрос, это нормальный, точнее, запрос, но тут немножко нужно просто успокоиться, просто выдохнуть, это вам поможет, это помогло мне и помогло многим другим, кто играл в мою игру «Привет вселенная», «Привет вселенная» — это образ жизни, мой, который я передаю вам, это не просто марафон, это не какая-то там тема, где загадай желание, бесчастицы не, ну, как бы, это все правильно, но это так мало, вообще, это просто какая-то, это очень мизерная часть, это вот просто вот, я не знаю, с чем сравнить, допустим, съесть мандарин, его нужно помыть, почистить, съесть, разделить на дольки и съесть, вот это вот загадать желание без частички «не», и вот это все, что у нас там имеется в интернете, да, и для никого это не секрет, это вот просто, как просто взять мандарин и все, и даже ничего с ним не сделать, просто посмотреть на него, вот настолько мизерная эта часть, поэтому вот моя игра, допустим, «Привет, Вселенная», это мой образ жизни, мои подписчики знают об этом, и когда они проходят игру, ну, почему игра, ну, я как в форме игры, да, даю там задания и ту информацию, чтобы ваши желания исполнялись, поэтому как бы игра, тренинг я называю, это просто мой образ жизни, который помогает мне всегда и во всем, в том числе справиться с этим бывшим мужем, да, который у меня украл ребенка, хотел посадить в тюрьму, чтобы переехать в Москву, чтобы купить здесь квартиру трехкомнатную, где я сейчас нахожусь, чтобы сделать ремонт, чтобы найти прекрасного мужчину, который вчера надел мне кольцо на палец, да, то есть это материальные и нематериальные желания, то есть вот этот образ жизни, он приводит вас к результату, даже не люблю это тупое слово, к результату, как будто бы мы какой-то этот, не люблю результат, какое-то слово бездушное, к тому, к чему вы хотите всей душой, вот так вот, потому что вот результат, оно какое-то для меня пустое, а вот есть желание, которое вот всей душой прям хотите-хотите и вот приводит вас к этому, Кто-то пишет, сохраню эфир или нет Я обязательно сохраню Конечно, все эфиры свои сохраняю, чтобы вы все это прослушали У кого нет возможности сейчас Вот, поэтому искренность Она помогает вам Поэтому прежде чем загадывать желание какое-то Нужно разобраться в себе Действительно ли вы этого хотите Машину вот эту, может она вам не нужна А вы хотите вообще путешествовать Реально вам ртачка тогда и не нужна Потому что нужно гараж для нее найти Обслуживание все равно для нее нужно Это лишняя трата денег Поэтому мы просто отказываемся от этой идеи Вот, допустим Мужчину какого вы хотите Девчонки, здесь вообще просто На любви все-таки нужно сосредоточиться Вот я вот хотела, да, властного Богатого Получила, любви там не было И огреблась так, что просто Еле ноги унесла, да, чуть уголовное дело не пришили И чуть ребенка не украли И вообще до психушки не довели Поэтому однозначно в любви Девочки, я допустила мысль Что вот Антон Он просто может быть моим потенциальным Потенциальным Вот Антон может быть потенциальным Моим мужчиной, так скажем, да Просто допустила мысль Хотя первую, в первую очередь Я на него посмотрела И думаю, ну вот, да, нормальный, хороший парень Обычный, но не мое Мое, но какое-то другое Девчонки, если вы ищете вторую половинку себе Или если вы замужем Девочки Это очень важно Бывает такое, что вы, да, вышли замуж Получили кольцо, но несчастные в браке Либо хотите его улучшить Счастливы, но хотите улучшить Вот эти три момента Еще раз Если вы одиноки Если вы в браке, но хотите улучшить, да, свои отношения И если вы в браке и вообще хотите Не знаю Оказывается, разойтись Но не хватает сил Понимаете, три категории женщин Три категории отношений То тогда нужно разобраться в себе Кто ты такой Ты каких отношений хочешь И тогда намного станет проще И принять решение, чтобы уйти Да, если это нужно сделать И тогда проще увидеть правду На факты нужно смотреть Всегда И не обманывать себя Сколько девочек обманывают себя Когда думают, что он исправится Я ему еще раз поверю Девчонки Мужчин, несмотря на то, что их меньше Очень много хороших Очень много хороших И они бедные Вынуждены жениться На не совсем порядочных девушках Вы сами знаете Я вот не делю, допустим Мужчина или женщина Кто там лучший, да, там из нас Я делю на людей Бывают люди просто Плохие и хорошие И вот зачастую бывает Думаешь, ну парень Ну такой классный Ему попалась такая вот Ну просто, ну капец какая девчонка Да И вы думаете Ну почему так Ну потому что Потому что нужно Четко, да Опять же, как я всегда говорю Давайте не будем смотреть на других людей Будем сосредотачиваться на себе Мы же себе хотим счастья Поэтому Чего мы хотим В каких бы отношениях мы ни были Какие ваши самые главные принципы Вот мой самый главный был принцип С Антоном Когда мы познакомились У него нет денег, да Ну Обычно там какая-то работа И мы снимаем квартиру Я рассказывала, да Кто уже со мной Давно Да Кто недавно Просто скажу, что Когда мы познакомились Он сказал, что Какая-то дорогая квартира И надо снять подешевле Я говорю Слушай Ты в эту квартиру пришел Когда я ее снимала сама Без тебя Заработок 17 тысяч рублей Квартира стоит 30 Я как-то находила деньги Потому что для меня Жилье Это ежедневное утро Каждое утро Я просыпаюсь И я не могу увидеть Бичье вокруг Грубо говоря Которое там, не знаю Вынужденное Там, я не знаю Где-то жить, да То есть я хочу Просыпаться в хорошей И засыпаться в красивой квартире Где вкусно пахнет Вид красивый Новый И так далее Я этого достойна Вот и все Поэтому я разобьюсь лепешку Я буду снимать дальше эту квартиру И как бы ты в эту квартиру пришел Ну как бы Если ты не хочешь Без проблем У каждого человека Своя планка Своя жизнь Свои желания Свой уровень И свои стремления Если как бы ты не хочешь этого Однозначно ты не мой парень Просто Потому что Мой парень Вместе со мной будет Херачить, простите До талого, да И стараться улучшить Свои жилищные условия И жилищные условия И любые другие условия Бытовые наши, да То есть Котеночек мой Я тебе за все благодарна Правда Но я буду хотеть Я буду желать Я буду стремиться Если тебе трудно Без проблем Просто Низкий поклон Прощай Все Ну как бы Такой твердости Решительности Да Человек Что сказал А ну я ему сказала Говорю Поэтому Найди вторую работу Он вышел Хлопнул дверь Да И рассказывала Своим подписчикам Но потом в обед Приехал за мной на работу И говорит Слушай Ну ты права Ты действительно права Ну кто если не я Будет Вам зарабатывать Ну ты что ли Женщина Ну конечно Да я Как бы мозг Вправлен был Мозг был Вправлен И за что он мне Очень сильно благодарен Он благодарен Мне капец Очень сильно Вчера моя подруга С которой я уже Просто с детства Говорит такую вещь Говорит Я знала Антона До тебя И знаю сейчас Антона Это два совершенно Разных человека Это просто два Совершенно разных человека Мы семь лет С ним вместе Человек настолько Изменил Свою политику Своё сознание Политику жизни Своё сознание И своё понимание Требования к себе Вообще понял Что он хочет От этой жизни Так что Он говорит Ли Я вот с тобой Столько не зарабатывал Сколько без тебя И я не крутая тётя Которая даю должности ему Да Мальчика посадить На должность И всё Я даю ему заряд Я даю ему желание И вообще показываю Ориентир Куда я хочу И он за мной идёт Потому что Он оказывается Тоже этого хочет Он всё время Какие-нибудь Ну что элементарные Иногда просто Вещи хочется Красивые Купить Какие-то брендовые Ну почему нет Я думаю Что каждому из вас Хотелось купить Какую-нибудь там Армани Больден Вот Поэтому как бы Ему тоже Я говорю Слушай В очередной раз Когда мы Хотим взять квартиру А нам не дают Ипотеку Да И дают ипотеку Под процент 25% Короче Когда ежемесячный Платёж Просто 150 тысяч И я её беру Потому что это Единственный шанс То Он в шоке Я говорю Слушай Вот сколько раз Были такие моменты В жизни Вот хуже Стало Он смотрит Говорит Ну нет Мы с тобой Два года живём Стало только Лучше Я говорю Ну вот Не переживай Мы эту квартиру Продадим Если вдруг Не справимся Не найдём Мы эти 150 тысяч В месяц И как-то Не заработаем Я не знаю Просто у меня был план Такой Перефинансироваться Потом На следующий месяц Просто никто Не давал Кроме вот таких Условий Одного банка И Он говорит Хорошо Мы рискнули И в итоге Потом Получилось Собрали С Божьей помощью Со всей помощью И заплатили Этот кредит Не кредит Месяц Месяц Платёж И потом Перефинансировались Платёж стал меньше Потом ещё придумали И потом Вот ко мне пришла Вот эта тема Когда я заработала Вместе с Антоном Несколько миллионов рублей И мы погасили ипотеку Там осталось Платёж Часто 500 тысяч Понимаете И темы К вам придут И Предложения Да Вот Тема Предложения Люди К вам придут Подтянутся Потому что Вы искренний человек Мы сегодня Про искренность Да Вот Искренне Перед самим собой Хочу И вот получу И найду способ И он ко мне придёт Он притянется Вот чётко Жить с твоей уверенностью Что он к тебе притянется У меня есть знакомый парень Который Антона Кстати друг Ой вижу В вашей сердечке Такая пачка Я же прям обратила внимание И Вот этот друг Он жил Вот такой вот мыслью Что Он с кем-то познакомится И вот найдёт Какую-то Такую должность Или вот что-то Себя найдёт И вот у него Будут деньги У него это получилось Он всем об этом Рассказывал Он всем об этом Говорил И в итоге Он настолько Был в себе Уверен И с такой Искренностью Он об этом Всем говорил Что в итоге Потом Нашлись люди Не помню Очень хотелось Привезти вам Конкретную Ситуацию Как это случилось Но на самом деле Неважно Если я не помню Сейчас У него Вот эти люди Они в него поверили Увезли его в Москву Он провёл там Какой-то помог ему Совещание провести А он талантливый парень И они его взяли В себе В компанию И теперь он Вот этой должностью Занимается В нескольких компаниях И получает От жизни То что хотел Понимаете Вот эта искренность Обязательно Нужно быть Искренним Самим собой Кто только что Подсоединился Пересмотрите эфир Если вы хотите Быть на позитиве Убрать этот негатив Перестроиться Чуть-чуть Если вам нужна Эта перестройка Посмотрите эфир сначала Вот Поэтому Мне Как я уже сказала Тоже пришлось Там Выдержать много Но я никогда Не сворачивала Никогда не сворачивала Вот это вот Моё Вот то что я Всегда вам рассказываю В игре Привет вселенная Рассказываю Где я передаю Там свой образ жизни Вам Вы пользуетесь этим И тоже у вас Всё получается Это не просто Какая-то Установка Схема Это реально Образ жизни Вот игра Привет вселенная Тот тренинг Который я вам даю Это просто Вот я Переписала Весь свой образ жизни Как в каких ситуациях Я там действую Да И вы же такие же люди Как и я С такими же потребностями Поэтому у вас Получается Я простой человек Я знаю Как жить И в коммуналке Там да И от мамы уйти И если ты хочешь От родителей Просто когда я уходила Да там Начинала самостоятельную жизнь Как это трудно И всё такое И человека Помню даже Имя его Который просто Мне скинул 10 тысяч рублей Когда у меня Не было вообще ничего На карте Ни в кармане Нигде Клянусь боженькой Мы идём по улице Лёша Просто видит персики Я помню эту палатку Как сейчас Говорит Мам Купи персик Пять лет ему Нет Пять лет Я ему была Где-то так И я не могу Ему купить Этот персик Понимаете Просто не могу Я прям просто Офигела Осознав это Ладно Бывает такое Что денег нет А бывает реально Денег нет Просто от слова Вообще нет Я понимаю Господи Что происходит Но это мимолетное Господи Что происходит Я врубаю турборежим Свой Позитивный Турборежим Я понимаю Что это всё временно Конечно же Это пройдёт Конечно же Это Потому что Я же хочу Другой жизни Я её получаю И случится что-то Что Меня к этому Приведёт Как всегда То есть Вот этот настрой Он однозначно Сразу перебивает Негативный И вот этот человек Я помню его имя Я поехала В свой город Мы встретились Со своими близкими людьми И там был Вот этот человек Конечно Не буду называть Его имя Потому что Не хочется Об этом говорить Чтобы все знали Что именно Он мне помог Но вот он просто Узнал вот эту ситуацию Как раз только После суда Вышла Где Ребёнка Как раз Мы там Ещё пока муж Его там Не забирал Но уже начались Вот эти все делёжки Он просто Понимал Что денег Просто вообще нет Хотя этого не озвучивала А может быть есть Но их столько мало Что он просто Вот перевёл Мне 10 тысяч рублей Эти 10 тысяч рублей Были для меня Просто как клад Понимаете Просто как клад Первым делом Я пошла Купила пакет яблок Фруктов Мандаринов И вот этих персиков Я рыдала Честно От того Что неужели Такое бывает Просто человек Просто человек Скинул деньги Вот эти деньги Спасли Именно Ну вот нас Потому что Даже уже у мамы Даже вот мама Которая мне помогала Как могла Говорит Лилёк 130 рублей На карте Ну вот бывает Такое Правда Я не знаю Вот Было у вас Такое Или нет Но бывает Что прям Совсем нет Вот Это было 6 лет назад Но я точно знала Что это всё Временно Что всё хорошо И вот появился Вот этот человек Он помогал Морально Как-то И потом в итоге Вот С Антоном Мы познакомились Тоже Казалось бы В какой период Ну вот моя искренность Моё чёткое Понимание Чего я хочу Вот какая я есть Такая я есть И когда Антон Спрашивал меня Слушай Откуда в тебе Такая вот Какая-то энергия Я говорю Я просто знаю Чего я хочу Я просто к этому Иду Я знаю Что случится что-то Что приведёт меня К этому Сколько случаев В жизни Которые вот Ну вот опять же Как я погасила Вот часть ипотеки Когда зашёл разговор Вот с крутой Девушкой Да У которой Своя компания И я сказала Что мы вот Можем дать Я там дизайном занимаюсь А муж знает Там ремонт Как сделать Он говорит Давайте купим квартиры Вы их отремонтируете И мы заработаем денег И мы так и сделали Человек ему просто Отдал наличку Мы купили две квартиры Отремонтировали их И через четыре месяца Обе квартиры были готовы Вот И И вот погасили эту ипотеку Всегда случай придёт Если вы ждёте его Если вы верите в это Если вы настроены на это И думаете только Про конечный результат Только про конечный Потому что бывает Что Что-то Случается плохое И ты всё Типа не удалось Не удалось Нет Моё желание не исполнилось Вы не имеете права Говорить что желание не исполнилось Пока вы живёте Я всегда это говорю Своим подписчикам И Если кто новенький на эфире Тоже понимаете Это что Вы не можете говорить Моё желание не исполнилось Пока вы живы Потому что оно может Исполниться позже Ну всё зависит от того Какое это Отпустим Это желание Я не полетела в Париж В этот раз Вы не полетели в Париж Ну что значит Ваше желание не исполнилось Может в следующем году полетите Может быть вы полетите Через два дня Вы не знаете Что произойдёт У меня подруга познакомилась Со своим Мужем И уехала жить в Америку Просто поехав В этот В отпуск В Вьетнам по-моему Случился какой-то кавардак Какая-то авария Что-то все кричали Она с ребёнком одна Просто Она мне говорила Что Я с ребёнком Меня никто не возьмёт Меня никто не полюбит Уже Всё короче Нафиг я нужна с ребёнком И в итоге Они познакомились с парнем Он увидел её Вот эти вот глаза И просто по-английски Там её спросил Говорит Что случилось Она говорит Всё нормально Я просто перепугалась И он её завёл в кафе Напоил чаем Или кофе И они разговорились Она ставила свой инстаграм И он ей начал потом писать И эта переписка превратилась В то, что он её забрал К себе В Америку Понимаете Живёт там себе припеваючи В этом случае А вчера она говорила мне Что ничего не получится И Просто немножко Понимаете Вот допустим Мы с ней даже говорим Вот на разные темы Про работу Про всё что угодно Она говорит Мне необходимо Чтобы ты со мной поговорила Потому что Когда я с тобой поговорю У меня потом всё получается Я говорю Не поэтому Не, ну понятно Тебе кажется Да Потому что ты проецируешь Но на самом деле Всё же в тебе Ты же Становишься искренней Ты же Расслабляешь Мышцы свои И ты же Понимаешь Что ты хочешь Это же видно Это же читается Это же энергетика Я всегда привожу пример Тоже про лимон Да Когда он кисленький Ты говоришь слово лимон У некоторых Если даже представят Аж сводит немножко Лимон кислый Такой на зубах скрипит И аж слюна выделяется Но лимона-то нет По факту Что за чудеса такие Говоришь лимон И слюна выделяется Хотя по факту Физического нет воздействия Вот то же самое Когда ты в себе Вот это делаешь Я и говорю Да И вам всегда это рассказываю Во всех своих эфирах Кто не знает Кстати Кто первый раз слышит На ютюбе Если нажать Ютюб Лиля правда Там про деньги Про желания Про очень многое Кто-то Очень давно Смотрит мои эфир И пересматривает Сто раз Помогает Поэтому Если делать будет нечего Посмотрите И вот она Говорит Что типа После моих эфиров Там Ой не эфиров А наших бесед С ней по телефону Я вот А я говорю Это все в тебе Ты меняешься И вот твоя энергетика Вот как при слове Лимон Выделяется слюна Твоя энергетика Вот ты становишься другой Это необъяснимо Потому что Ну если с лимоном Это понятно Видно Ощутимо То вот В тебе Это непонятно Но это так же работает Так же работает Она говорит Ясно Я поняла И вот Уже самостоятельно Могла там Работать с собой Со своей волной В голове И настраиваться На то Что она действительно Хочет Вот такой случай Допустим Да Поэтому Все будет хорошо Поверьте Все будет хорошо Вы проживете счастливую Прекрасную Жизнь Если вы будете Жить своей жизнью Если вы будете Верить В свою мечту В свое желание Да И идти к ней Это счастье Идти к своей мечте Потому что Если вдруг Что-то вам не дается Это тоже не просто так Это потому что Для вас это плохо Или плохо В будущем Будет Я не знаю Для ваших детей Или что-то еще Человек все равно Он рожден для счастья Но иногда Мы свое счастье Сами отодвигаем Обманывая себя Или когда Женщины Девушки Хотят богатых мужей И не смотрят На нормальных Парней Которые действительно Дают им любовь Потому что Они бедные Потому что У них нет денег И ты думаешь Это не мой мужчина Да это ваш мужчина Потому что Вы любви хотели В первую очередь Это ваш мужчина А вы Сами можете Его вдохновить На заработок Вы вдохновляйте Вы ему Верьте в него И говорите О своих желаниях И он будет Приносить вам Эту добычу А если он не будет Приносить То тогда Это не ваш мужчина А не потому что У него в принципе Сейчас денег нет Понимаете Вот так И человека Можно на мужчину Проверить Таким способом Ваш это или не ваш Не ваш да Если он сидит И говорит Слушай Мне вообще Я забил на твое платье Мне все равно Иди сама зарабатывай Тогда не ваш А смотри В первую очередь Что у него денег нет Все таки Я бы не стала И не стала Когда познакомилась С Антоном Мы как-то вместе К этому стремились И все получалось Вот Поэтому Ну это только одна мысль На час практически Ничего себе Я только вышла Уже час практически прошел Которую я хотела До вас донести Я безумно рада Познакомиться С новыми людьми Вы не просто так Попали ко мне на страничку Я это точно знаю Потому что вы когда-то Хотели Настроиться на позитив Или вам Не хватало Немножко Счастья в жизни У нас тут Очень много счастья Потому что Ну надо на это смотреть Надо на него ориентироваться Вот на что смотришь Туда и идешь Боишься перепрыгнуть Через какую-то там Яму Потому что упадешь Ты прям споткнешься Потому что ноги Сами начнут дрожать А когда думаешь Я сейчас перепрыгну Раз, два, три И перепрыгнул Ну это два разных настроя Поэтому все зависит от него Еще очень много Будем говорить На эту тему В игру Привет Вселенная Сегодня Очень много людей пришло Я думаю Что многие из вас Уже пришли в игру Привет Вселенная Так что будем С вами играть Тоже в этот Этот тренинг Пройдем Он будет скоро В апреле уже Ой кто-то пишет Два года с вами Люблю вас Очень сильно Вот Так что Увидимся с вами Снова Не могла не выйти Поблагодарить вас За ваше поздравление С нашей свадьбой Посылаю вам лучики Счастья Любви Позитивчика И чтобы все У вас было хорошо Вот прям Чтобы все у вас было хорошо Искренне желаю Сейчас каждому из вас Все Увидимся на страничке Целую вас До новых встреч Пока